В час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пик Александр Шунин. К нам присоединяется доктор экономики, ассоциированный профессор, декан факультета международного туризма, высшей школы бизнеса Туриба Эрикс Лингеберзинч. Доброе утро, господин Лингеберзинч. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, господин Лингеберзинч. Эффект ковида еще не закончился и попали в следующую проблему, которая связана, конечно, с войной, которая происходит в Украине. И правильно сказали, что такой средний потребитель туризма в тех рынках, с которыми Латвия работает, воспринимает нас сейчас в данный момент как регион небезопасный. Ну и это значит, что на самом деле попали обратно в такую ситуацию, которая была похожа на март 2020 года, когда те резервации, которые были сделаны, и в этом году были сделаны до 24 февраля, ну люди отказываются. Аргументация, конечно, она полностью другая, границы открыты, и как мы сами видим, в наших улицах пришла весна, открывается бар и кафе в старом городе. Но в данный момент убедить туристов, что действительно тут безопасно, нам сложновато. Ну и это связано с той, в целой коммуникации, которую можно слышать в разных медиах по всему миру. И в каждый раз, конечно, когда на карте показывается небезопасный регион, вот мы как-то в той карте попадаем, и для такого среднего жителя в Голландии, Франции или в Германии, им кажется, что безопасность такая тема, с которой нам тут придется бороться в будущем. Ну и, конечно, то, что мы видим, что отказываются основной туристической группы, отказываются иностранные туристы, которые бы посетили центр в Латвии, туристический центр, которым является Рига. И то, что мы видим в данный момент, что на самом деле смотрят на нас как направление только индивидуальные туристы, но имея в виду ту структуру, инфраструктуру, объем инфраструктуры, какой у нас есть, ну мы, конечно, видим, что полностью заполнить гостиницы и дать возможность отрасли туризма восстановиться, как это происходит в других странах Европы, ну при данных обстоятельствах и при том настроении, какой он сейчас есть, нам будет трудно. Что делать? Ну, конечно, остаются те туристы, которые все-таки будут приезжать, их будет меньше, наверное, их будет меньше, если ситуация не изменится, но даже если в том случае, если ситуация пойдет в лучшую сторону и мир успокоится, но тогда мы узнаем, что и видим про предыдущих кризисов, которые касаются отрасли туризма и вообще услуги, путешествий, нам понадобится, ну как минимум, 6 месяцев, чтобы полностью восстановить хотя бы тот уровень поток резерваций, который мы увидели, например, в январе и начале февраля этого года. Но, имея в виду нашу географию, наш климат, это значит, что летний сезон, который такой наш основной кормитель для отрасли, нам будет, ну, не то что пустым, но таким полупустым, наверное, можно сказать. Ну, просто эти 6 месяцев как раз-таки аккуратно выпадают на наши 3,5 с натяжкой месяца туристического сезона. Скажите, профессор, как так получается, вот такое совпадение? Вы говорите, групповые поездки, групповые резервации отменяются, индивидуально еще люди соглашаются ездить. Это как в законах психологии получается, с одним еще можно договориться, как собирается толпа, то включаются какие-то такие групповые психозы. То есть сейчас рекламу, буквально на прошлой неделе была запущена рекламная кампания Риги, в том числе в зарубежных СМИ, ее надо адресовать индивидуальным туристам потенциальным? В данный момент то, что очень необходимо, чтобы на самом деле такая информативная коммуникация, чтобы она шла направлению тех партнеров, зарубежных партнеров, отрасли, которые занимаются именно групповыми резервациями продаж группы, чтобы они смогли убедить клиентов, турагентств, чтобы им дать правильную информацию, чтобы они смогли войти в диалог с клиентами и объяснять, что на самом деле происходит, что тут безопасно и добро пожаловать. Но с групповыми резервациями есть и другая проблема, что есть определенные условия платежей, отмен резерваций, которые состоят там как минимум один месяц. То же самое с авиакомпаниями. Турагентство обязано платить депозиты авиакомпаниям даже там два месяца заранее. И что получается, что люди, может быть, и были согласны приезжать и покупать туры к нам, но не то, что за два месяца заранее. Мы находимся в таком периоде, когда вот период планирования, когда будет приниматься решение, он стал просто очень коротким. Из-за этого короткого периода просто эти группы, они не смогут собраться. А, потому что компании не делают заранее резервации. Из-за того, что компании сделали резервации, но приходят сроки, когда их надо или отменить, или оплачивать. Но если нет такого уверения, что люди действительно будут приезжать и будут делать эти резервации, после двух годов этого периода пандемии, когда мы находились в таком очень сложном периоде, взять, брать дополнительные риски отношения платежей и рисковать с условиями аннуляции, просто в данный момент тоже никто не готов. Но и надо иметь в виду то, что мы тут, Европа, такое направление, откуда люди отказываются ехать, но это не значит, что другие направления, что там та же самая ситуация. Если, например, одна немецкая компания может перенести те резервации, которые есть на Прибалтику или Латвию, на другие направления, или там Италию, Хорватию, Португалию, тогда они это сделают просто, чтобы снять от себя рисков того, что не наберется те группы, которые есть в планах к нам. А это касается все-таки проблемы Латвии или все-таки Литва и Эстония, наши соседи тоже сталкиваются с такими вот проблемами в географии, что их тоже считают близкими, слишком близкими к зоне боевых действий? Ну, в этом случае мы в одной лодке и с Эстонии, и с Литвой, и с Польшей, и с Румынией, и даже с Словакией, и даже с Финляндией, потому что если брать воспринятие географии, тогда мы находимся в одной зоне на самом деле. И то, что мы слышим от наших партнеров и других странах, и странах Прибалтии, и даже Польши, и Финляндии, что ситуация остается довольно сравнительно такая же и там. Это значит, что нам на самом деле надо бороться не только, чтобы вообще кто-то сюда приезжал, но мы находимся на такой внутренней конкуренции в нашей зоне, чтобы первый выбор был Латвия и не Эстония или Литва. Это, конечно, осложняет работу и обстоятельства, в каких мы сейчас обязаны работать. И в этой связи как можно, ну в хорошем смысле, продавать, подавать Латвию как туристическое направление, что может являться какими-то основными такими вещами, которые могут заинтересовать потенциального туриста? Это, ладно, уже небезопасность, это кулинария, это сельский туризм, это какие-то экологические вещи, это в конце концов восстановление здоровья? Я бы сказал, что это все в целом надо смотреть и не надо забывать, что темы по безопасности, про этих тоже мы можем говорить. И на самом деле я бы сказал, что нам надо, может быть, идти обратно к темам трикам маркетинга, коммуникации маркетинга в туризме, которые мы использовали в 2004, 2005, 2006 году, когда мы просто рассказывали, что Прибалтика и Латвия – это часть общей Европы, и те проблемы безопасности, которые как бы есть у нас, они такие же самые на самом деле и в других странах Европы. мне кажется, что до сих пор есть ряд наших потенциальных туристов, которые до конца не понимают, что Латвия – часть Евросоюза, Латвия – часть НАТО и других международных организаций, что на самом деле, ну, те условия, та ситуация, она просто сложилась в голове у человека, у туристов, и с этим про это просто мы, как отрасль, обязаны общаться. Мы понимаем хорошо, что наш премьер-министр и другие министры, которые обязаны вопросам безопасности Латвии, конечно, у них будет другая риторика, потому что приоритет для них, ну, как мы знаем, что увлечение сил НАТО, которые расположены здесь, но и в том контексте, да, вопрос безопасности, он и появляется, если... Ну, такой позитивный момент, мол, ребята, да, у нас на самом деле безопасно, смотрите, мы там и бюджет увеличили, и там к нам какие-то дополнительные силы прибыли. Эрик, у нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. 6-7-212-93-9, да, телефонная линия, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, все-таки надо рассматривать то, что мы сами себе делаем рекламу. Антиреклама, вот это угроза России, вот это, ну, слишком это все истеричное. Людей просто запугают. Господин Орегенович, запугав туристов. Вот это... Ну, то есть, да, может быть, может быть, вот эти... Ну, тут постоянное, как бы, вот, муссирование угрозы Латвии, то, что в России угрожает и Латвии в том числе, может отпугивать туристов. Вот это вот. Ну, это то, что я вот предыдущий сказал, что... Ну, в принципе, да. Звонок, он как раз... Свою работу, да. Ну, и, конечно, нам всем необходимо, чтобы тут было запасно, и наша безопасность чего-то стоит. Ну, в том числе, она стоит такой риторики, какая сейчас появилась. Но при том, ну, мы как-то, мне кажется, отношения и туризм потеряли немножко контекст, и даже, ну, как-то сами пугаемся говорить и сказать нашим партнерам и туристам, что тут безопасно. Ну, это... Я согласен, что это такая... Вопрос к нам самим, можем ли мы про это умно общаться с нашими туристами? Я думаю, что на самом деле можно. И пока была весна, март-апрель, но низкий сезон туризма, может, еще не почувствовали то реальность ситуации, в которую мы попали в данный момент. Но сейчас, ну, можно сказать, с 1 мая начинается туристический сезон, и та тревога необходимости делать коммуникации, которая была адрес туристам, вопрос безопасности, она появится, если не думаю. Что касается наших ближайших соседей, Литва и Эстония, мне, например, постоянно в ленте Фейсбука попадается реклама каких-то или отдельных гостиниц, санаторий, или туристических бюро, информационных центров из обеих стран. Такая нативная реклама задействована ли в полной мере со стороны наших туристических операторов или туристических объектов? Что вам на эту тему известно? Что привлекать их, наших прибалтийских соседей? Я бы сказал, что мы немножко опоздали такой в целом с рекламы Латвии, потому что сначала мы ждали момент, когда закончится пандемия, они были такими смелыми, чтобы начинать разговаривать про туризм раньше. Ну и сейчас пришла другая обстановка, но если смотреть, если говорить про ленту Фейсбука и ту информацию, которая там появляется, конечно, реклама есть, и разные города, и та же самая агентство развития, департамент туризма ЛИА нашего, и сейчас, как вы уже упомянули, тоже ЛИА в Риге, они начинают эти кампании, ну, чтобы привлечь внимание туристов. Да, но согласен, это было бы более эффективно, если бы мы начали немножко раньше, я бы сказал, даже прошлой зимой, когда там в Эстонии рождественские рынки происходили, у нас их как бы закрыли, уже в тот момент мы немножко опаздывали с нашей коммуникацией маркетинга туризма, и сейчас мы увидим результаты. А с другой стороны, какая могла быть маркетинговая коммуникация, если в отличие от той же самой Эстонии, у нас эти рынки были запрещены, у нас были другие эпидемиологические ограничения, о котором ваша туристическая сфера, конечно же, постоянно говорила и обращалась в правительство, в том числе с открытыми письмами, ребята, приоткройте нас, дайте нам возможность зарабатывать, но тут рекламируй, не рекламируй, тебе нечего продавать, к тебе никто приехать не может. В период рекламы, маркетинга, когда есть сообщения, когда приезжает турист, это не вопрос дня или недели, это все-таки период месяц, два, три, четыре, и если отсутствие коммуникации вперед, даже когда мы были закрыты, берем то же самое январь, когда было уже ясно, что ситуация и эпидемиологические условия Европы, они будут другими в этом году, что в тот момент подготовка не происходила так, как это делают наши соседи. Маркетинг туризма от того и отличается, что если есть акции, это не значит, что акция закончится через два-три дня. Я напомню нашим слушателям, что декант факультета международного туризма, высшей школы бизнеса Туриба Эрикс Лингеберзенч с нами на прямой связи. Скажите, пожалуйста, кто все-таки должен отвечать за рекламу страны, рекламу Латвии, то есть делали это туристических фирм, государства, самоуправлений, какой должен быть вклад в каждой группы в общую рекламу? Наша основная структура, что у нас есть департамент туризма при агентстве развития и инвестиций Латвии, ЛИА, который отвечает за маркетинг в направлении в целом, но имея в виду ту ситуацию, что у нас 70% всей инфраструктуры все-таки в Риге, у нас есть и агентство по развитию инвестиций и туризма, как она сейчас по-новому называется, которая именно отвечает за Ригу. Но там еще один интересный момент, как мы отличаемся с нашими соседями, что у нас с этой организацией происходила реорганизация, и все-таки то, что в какой-то период она была в таком непонятном состоянии без директора и при новой структуре и форме, но можно сказать, что их активность не была настолько успешной, как была похожая организация в Таллине и Вильнюсе. Так что на самом деле первый шаг это государство в целом Рига, ну и потом есть индивидуальные коммерсанты, туроператоры, принимающие туроператоры, которые здесь работают, но с туроператорами там тоже есть немножко проблемы, потому что за прошлые два года финансовая ситуация именно тех, которые принимают туристов, тех, которые продавают направления, их финансовая ситуация значительно ухудшилась и возможности, какие они были раньше на самом деле очень ограничены. Да, у нас есть программа про поддержку маркетинга и на самом деле на этой или прошлой неделе были приняты изменения в регуляции, которые дают больше возможностей к доступу ресурсам, которые предлагает наш фонд или программа при маркетинге. Одним словом, надо активнее использовать имеющиеся возможности. С нами на связи был доктор экономики, ассоциированный профессор, декан факультета международного туризма высшей школы бизнеса Туриба Эрикс Лингеберзенч. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Стало многое понятно. Надеемся, что ситуация урегулируется и к нам снова будут приезжать десятками, сотнями тысяч туристы со всех стран. Это хорошо, это правильно, это здорово. Хорошего вам дня, Эрик, еще раз огромное спасибо. У нас с Олегом небольшая пауза, потом новости в исполнении Юлии Михайловской, а потом мы вернемся в студию, а еще у нас сегодня будут, конечно же, культурные гости. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова